ну чё там добрый день как вы там где тимоша то ну чё там у вас как а что-то у вас там свету-то маловато ну ладно 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 прошлый раз так говорили и так записалось вас не видно было говорят от аппаратуры вашей что-то у вас не очень ну да у меня одни записывает а другие не записывает я стал к мастерам обращаться они отвечают вот так но это ведь видишь это одно а вижу в экране вот запись записи главное когда проявляя я запись у меня дома то ребят нету они уехали там помогать одно и там остались ночевать я тут один и поэтому на аппаратуру то снимает у меня сама запись ты смотрю она пополам одна половина где вы черный кадр черный не видно прошлый раз мы так жалко было там тимоша что-то показывал какие-то картинки а я вам так я что-то тут нажал и у меня теперь маленький маленький камула ничего не понял что-то совсем маленький экран стал ваш но маленький так не йоткни его два раза стукни по нему левый еще и она умножит но вот тимоша вам показывал фотографии то что проект он им задавали в школе как я провел лето но да вот и он вам показывал эти фотографии жалко что их да не видно но я вам на электронную почту по моему скидывал а он скоро придет он придет где-то 18 30 по москве это 6 9 тоже полдесятого у нас будет ну ладно но еще там школе то показывал потом что-то там делал еще но вот этот он проект носил показывал и ну так а я так понял что ребята не особенно интересуются кто как провел лето вообще то есть там кто-то на урале был кто-то еще но они так слушают и все ну что там у вас как народ смотрит на события это в сирии везде ну по-разному вот кто-то одобряет что давай вот воевать я так понимаю мы то телевизор не смотрим я так понимаю идет пропаганда про войну и вчера в блоге кураева такой заголовок был я хотел найти сейчас не читали вы его не знаю сейчас и там просто заголовок сам себе участвую беру буквально да там кураев сам говорит или кто-то за него сам 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 значит вот открывается ну ладно скажи своими словами вот заголовок обосранный финал православия вообще так вот так он написал вот может я даже хотел вам написать но у меня ссылка сегодня не получилось вам послать не выделилась вот если посмотреть их я хотел даже вам пытался написать чтобы вы прокомментировали вот это зачем это все это еще там он же не военный человек нет он там про чаплина что чаплин значит выступает ролик чаплина здесь стоит я его не смотрел и он его комментирует но я понял тогда я думал что там про другое про чаплина а чаплина еще он говорит безбожник совсем чаплин говорит то что задача православия это поддерживать войну поддерживает поддерживать а как же она поддерживает когда он здесь они там там убивают вот погибли летчики ну ладно просто я знаю что об этом молиться надо можно да даже понимать к чему все идет конечный результат знаю мы можем видеть кому это выгодно и как всякие провокации вот это удары в спину как считает это самолет сбили то потеряли люди человека второго и ну тут все говорит а взявший меч от меча погибнет библия нам говорит кто ведет в плен тот сам пойдет наше дело только молиться чтобы прекратилось это все хотя и знаю что ничего не прекратится но нам указание давно молиться за царей за начальствующих молиться просто по поводу самолета кому выгодно это было то есть да по-разному говорят никогда не узнаешь там за кулисы совершенно другое но видно было что это провокация никому не нужен был уже отбомбился он отождал там в воздухе и когда он появился дали сигналом он не успел бы взлететь там несколько секунд говорит если пересекал территорию а вообще-то и границу не нарушал наше дело молиться чтобы не было покушения ни на правителя ни на кого а мне и тех жалко их обманули показали рай какой рай когда убивает людей рай их долбят там бьют и у тех то той авиации то нет как у этих и сколько бьют их не уменьшается интересно откуда этот игил то взялся то вы в курсе что он образовался в 2006 году и костях составляют иракские офицеры до иракские так как учились офицеры они в ссср учились на базах кгб игру около 6000 только снг этих боевиков их там очень много отовсюду и молодежь бежит и дети туда бегут все это наступил момент чтобы потревожить людей потому что живут безбожно а боги не думает мирную жизнь не ценят вот они пришли это всегда было так считай книгу судьи когда отступали от бога господь насылал неприятелей вот они ничему не учат показывать только убивать и убивать явно дело что это не от бога ладно тогда занятиями у меня и на тихон не всегда получается выходить я после 18 занят вот а когда ездил в москву так я вообще никак не успеваю ну понятно единственное что иногда после могу в три часа по средам пятница так у вас вопросы есть какие нет подписанию там душа спасения готовься тогда ладно тогда расстаёмся я сегодня один тут ребята уехали одной сестре помогать и там остались в селе ночевать попросили разрешения чтобы туда-сюда не ездить с никитой а вы хотели чтоб тимоша показал вам это самое хотел ну когда он придет этим уже поздно будет так завтра я в москву можно тогда ну завтра утром можно он по нашему утром но я дома буду ну ладно тогда во славу божию все отключается позвонить вам завтра да позвони пусть подскажет расскажет что там есть все добрый день ну чё чё то не слышно вас посмотрите громко все установлено но сейчас лучше стало слышно ноутбук наверно когда приближаешься тогда слышно понятно ах так ну чё там у вас мы в музыкальной школе ходили то не было нас когда вы звонили только сейчас пришли вот такие дела еще там у тимофей это как а тимофей рассказывай давай как там учиться сколько человек в классе там чем звук сделай побольше совсем тихо у меня никак здесь не делается только надо ближе голову ну да делай ближе тогда то ничего не слышу я поближе вот так сколько человек 20 20 счет не поймаю 20 20 это много а как часто спрашивают вас через день через 2 когда уроки сделать учителя сажение на каждом уроке всех спрашивает сегодня одних завтра других он далеко школа-то от дома ты один ходишь тебя отводят в школу и обратно сам ходишь или кто-то возит тебя да нет меня никто не уносит я просто хотел показать проект а то в прошлый раз когда я его показывал проект я хотел показать а то в прошлый раз когда показывал там картинки не сохранились и люди не поймут от кода вы все читаете просто для роликов ну-ка подожди ну как то не так подышишь а провел лето ну-ка что за картинки там у тебя проект как я провел лето 2015 год прочитал дальше ученика восьмой школы 2 г класса батугина тимофея вот тут видно еще что там как ты там провел ну-ка ну-ка фотографии то не видать ничего подожди-ка подожди я сейчас это о-о-о гимнастика тут утренняя гимнастика тараси там видать он в пять утра зарядка правильно подъем в пять утра ну еще что там о-о-о а там батюшка служит вот вы стоите это в лагере тесаиаким молебен а ну дальше изучаем слово божие и следуйте писание ибо они думайте через них иметь жизнь вечную о занятие идет как хорошо и тут тоже так дежурю в столовой вот это я вижу это ты стоишь а там фроси справа хорошая ну это у тебя есть что показать то ну а тут я стою то ли мы молимся то ли еще рядом вика стоит а справа ты у меня всегда девочка с одной стороны слева большая маленькая самая а это что учимся стряпать а-а-а-а это вас баба Валя учит а здесь что такое ну-ка повыше директор лагеря рассказывает всегда что-то там и непонятно что а-а-а интересно вот это как вы рассказывали что мы на голубя вот видишь как как это полезно то работать то в лагере это я увидел о-о-о-о ну а это Ваня большой суховеев вот понятно а это ты с полежками стоишь вот если бы лагерь то был не трудовой ты бы ничего не показал ничего не показал а сейчас тут видно ну это в храме девочки стоят а это пасу коров о-о-о-о вот это здорово а это с папой на тележком тележком что-то не понятно навоз 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 наверное нет с папой с папой на телецком озере а-а-а озеро вон где ну тут понятно ну конечно не очень ясно но все равно понятно а этот еще сплав окончен плывем домой о-о-о-о ну у нас в лагере тоже плавали на таких лодках угу ну вот это все ну и товарищи то тебя хоть маленько спрашивали нет как ты тут был в Потеряевке то ну я просто проект показал вот и все это еще оглавление вот ну кто то заинтересовался хотя бы посмотреть то заголовки православный детский трудовой лагерь стан абсолютно правильно ну молодец село Потеряевка алтайский край замечательно все ну ты это сохрани тебе это сгодится потом будешь вспоминать будешь бога благодарить что все у тебя благополучно ты ну ну говори я в школе была олимпиада по математике и я в общем первое место занял и надо диплом ждать ух ты по математике ну да ну а ты таблицу умножения уже учили нет мы еще не учили таблицу умножения не учили ну а прибавлять отнимать прибавлять отнимать да а ну семь прибавь восемь сколько будет семь и восемь пятнадцать правильно а девять да семь шестнадцать посмотри а к шестнадцати еще можешь прибавить девять к шестнадцати девять ну двадцать пять вот тебе пятерку я поставлю если так это по программе это хорошо когда считать умеешь тебе легко считать ты вот пойдешь когда в школу допустим две дороги и левой ногой считай сколько шагов левой а потом другой дорогой пройдешь и видно будет где короче не надо счетчика иметь никакого ты меня понял что я говорю дорогу замерил и все это считать то ты умеешь и просто туда умножил на два ну ладно к вам больше эти яговисты то не приходят свидетели ягову то да нет ну так и делайте мне вот как спросите вы знаете ну вы хотите услышать анекдот про Гагарина Хрущева и Патриарха Патриарха а что там ну после полета в космос Юрия Гагарина состоялся торжественный прием в корабле и Хрущев подходит Хрущев подходит к Гагарину и спрашивает Юра ты Бога видел? а Гагарин говорит да вот Хрущев говорит Юра ты только об этом никому не говори подходит Патриарх говорит Юра ты Бога видел? он говорит нет Юра ты об этом никому не говори ну а я слышал что он говорит нет не видел а его спрашивает а у вас в программе было искать Бога? он говорит нет ну поэтому ты и не видел написано говорит чистое сердце Бога узрят значит у тебя сердце греховное а то так говорят было или не было нам теперь уже не узнать да и не важно мы верим вера это великий дар Божий с Верой легко вот сейчас что случится но я же знаю что Бог есть и без его воли волос в головы не упадет а ему сколько выпало? сейчас Тимофей ты это лето то куда хочешь поехать на следующем году то? еще не знаем еще не знаешь ну понятно а сколько у тебя за ты отца не спрашивал сколько у тебя на питание в месяц уходит? на питание в месяц это в школе? ну в школе а потом и дома и вместе надо прибавить одно к другому во что ты обходишься? в какую копеечку? ну не знаю вот видишь надо знать вы хлеб то покупаете? да покупаем вот теперь хлеб отдельно посчитай теперь мясо бывает у вас? мясо? сейчас пост идет ну это правильно ну когда поста то нету растительное масло все что покупаете крупу соль все надо сложить вместе на месяц и ты будешь знать во что ты обходишься а в школе у вас что там? завтрак еще? ну ну да у нас нет ну завтрак у нас обычно дома обед у нас в школе и урны тоже дома а что в школе у вас на обед бывает? ну каждый раз по разному ну у нас сегодня что было? ну я с собой беру я не знаю аааа это здорово я всегда с собой брал и никогда за стол там не садился а они там что попало наложат тебе почему я их должен? там обедки все в одну чашку сложат у нас в лагере то такого не было каждый заел в чашку залезал и показать должен так было? нет? вот так вот раз в чашку показал опрокинул ее ты дежурный был ты же помнишь как в карман это наложил раз стоит как-то кому надо чашку готовое дело хлеб из кармана на я тебя поставил в примере я говорю смотри как у него получается у нас были моменты когда все у нас сходилось как надо ну а так ты приехал сейчас вот я тебя буду спрашивать что у тебя в памяти было такое что тебе в жизни пригодится чему ты у нас в лагере научился? ну у меня просто в городе еще не было возможности научиться стряпать вот когда мы стряпать учились ну давай начнем так вставать во сколько встаешь? ну-ка сегодня восемь восемь а вчера? поздно ну слово поздно это не время поздно может ты в двенадцать в два часа дня встал это все поздно конкретно в девять наверное или позже? не ну я очень редко когда после полу а теперь а в лагере то у тебя написано я сейчас видел в этом проекте то в пять считай трех часов нету ты за три-то часа сколько бы все узнал не торопясь помолился бы святую библию посчитал бы три-то часа то это ой 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 как много а пройдет два-три дня и уже у тебя будет шесть или девять часов которые ты провалялся видишь чему? ты мог научиться рано вставать почему ты не помянул про это? ни в одном лагере так рано не встают как у нас а кто рано встает тому что? Бог дает а лежащий под лежащий камень говорит вода не течет но если на двор то не сходишь она и потечет под лежащий камень понял? вот так так дальше вот ну за стол и за стола ты дома молишься а вот чтобы на стол не облокачиваться ты это помнишь? ну ну помню похоже что ты облокачиваешься сразу не сказал ну да а теперь над чашкой склоняешься? а у нас то в лагере то если ты над чашкой то склоняешься ты сам знаешь еще будет ложкой по лбу тебе я тебя простращаю хоть и не ударю то а ну садись рядом отодвинь от себя чашку ешь как человек не как поросенок вот сколько ты теперь когда ты ляжешь то ты сразу спишь или разговариваешь еще в постели? нет ну когда лагусь я сам с собой то не разговариваю ну с собой то не разговариваешь чтобы никогда не разговаривать лег перекрестился и все как убитый у тебя дома то работы никакой нету а там у нас дрова пилили по ягоды ходили ты видишь как ты стараешься больше двигаться больше двигаться там гимнастикой утрами ты гимнастику не делаешь? ну иногда делаю иногда это не годится надо всегда тогда сейчас вот пост идет земные поклоны делай как перекрестишься правильно правильно чтобы был крест и тогда в землю чтобы голова руки и колени земли коснулись запомни голова руки и колени это земной поклон и таких поклонов ты маленький ты можешь 100 сделать свободно и молитву считай на каждом поклоне Иисусову Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного видишь как ты это в лагере мог всему научиться ну и ты наверное умеешь ну ладно благодарю у тебя ко мне вопросы то какие то есть нет? Тимофей подожди пока нет вопросов ну тогда все давай пускай там кто старше вот видишь поговорили мы с ним да у него вот сзади спортивный уголок он занимается он забывает сзади там он если видно вот Тим залезь что-нибудь покажи вижу вижу там железки он повыше он там куркается да так а у него еще кольца это на резинке что ли они? нет веревки на веревке ааа веревки там а это он качается ааа а я думал вижу что она то кольца то выше то ниже железная лестница там деревянная так а кольца то что ему? что кольца то? на кольцах очень трудно работать руки вывернешь да он еще не работает как гимнаст он лазит кольца это очень такое это не турник да он в городке играл у нас там да я помню ролик это вот так ну что у вас какие то вопросы есть у тебя духовные? да есть один вопрос Игнат Тихонович по 2 посланной Тимофею 3.16 нет нет Евангелие от Матфея 25.41 давай в день суда скажу грешникам отступите от меня в огонь уготованный сатане и ангелами его а у тебя откуда у тебя это Евангелие? кто его издавал? так я это это синодальный перевод я из интернета это выписал нет нет там написано уготованный дьяволу и ангелами его не сатане а дьяволу а дьяволу да если одно слово даже не так хотя это одно и то же я уже настораживаюсь какой перевод я кроме синодального никакие переводы не признаю это самый хороший самый точный ну и что? получается огонь то есть ад уготовлен сатане и его ангелам а не для людей да именно так а для людей ада нету получается? ну получается туда идите куда дьявол идет идите куда в гиену в ад где дьявол уготован то есть туда же куда он как раз не другой ад а именно этот где дьявол считай внимательно ну просчитай еще раз в день суда скажу грешникам отойдите от меня в огонь уготованный дьяволу и ангелами вот и все уготованный дьявол и вы в этот огонь идите в этот самый огонь изначально получается что огонь был уготован только дьяволу и его ангелам а не людям не людям нет нет вот так так что надо трудиться для Бога просить чтобы Дух Святой руководил нашими мыслями словами делами это так хорошо потому что мы сегодня разговариваем а зад ризык уже окостенеет ничего не скажет и тогда будет на память нам все приведено ты же имел возможность рассказать другим о Христе жить по-божески на Тимофея-то мать не претендует нет она вот к сожалению по телефону разговаривает часто она интересуется но у нее приехать почему-то не получается еще ни разу после лагеря не приезжала то есть с мая месяца ни разу не была так она далеко от вас в Москве почти ну там сто пятьдесят километров не больше а вы в Струнино? Ступино, Ступино Ступино, а сколько? это девяносто восемь километров это недалеко это еще полтора часа на месте вот почему ну по телефону часто они общаются она интересуется как он учится он веревки закручивает она будет рваться мы этого не разрешаем им в лагере вот закручивается угу она волокна ее перекручивает и она рвется тогда он спросил его скажи в лагере мы разрешаем так крутиться? нет? так в лагере нельзя перекручиваться слышь? ах да вот ну так конечно мы это самое еще по напряжению надо жить вы правильно заметили что еще поздно ложимся он пол двенадцатого ложится пускай ложится в девять в девять приучи он должен рано вставать и рано ложиться это называется жаворонок а который поздно сидит сова ну еще лучше сова или жаворонок вот во вторую смену он учится приходит со школы и уроки еще делает все а утром у нас баянча музыкальная школа вот мы сейчас ходили хоть как надо все как-то совместить чтобы раньше ложиться раньше вставать чтобы ничто не влияло на это пересмотреть свой график ну так если вопросов больше нет все отпускай меня спасибо 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 вы у нас на ютубе то бываете да очень часто очень интересные ролики про ИГИЛ про это очень содержательные и за один раз я все даже уяснить не не всегда получается а вот сегодняшний ролик выставил днем вместе с Тимофеем посмотрите утром мы метем в комнате выметаем и вот на этом я сделал ролик это не просто так комнату выметаем и я показываю что дальше там кошек из-под половы пуска они у меня там интересно видел да я видел но не смотрел еще посмотрим они у нас там картошки все завелись мыши мы туда отнесли их им все дали свет включили а теперь забрали то есть из самого ничтожного мы выжимаем полезное рассуждениями ну все спаси Христос спаси Христос Игорь Тихонович Богом Михаил Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok